Математика – это наполовину язык, причем язык, совершенно естественно возникающий из решаемых задач. Ну вот, в частности, сейчас мы начали решать задачу о пифагоровых тройках и поняли, что нам немножко не хватает формальной теории делимости. Давайте, чтобы больше в ней не плавать, немножко ее разовьем. Формальная теория делимости. Нам потом она очень сильно понадобится в других задачах, когда мы, может быть, даже в каких-то случаях теорема фирма А разберем. Ну, в общем, много интересного поделаем. И нам нужна формальная теория делимости. Пока целых чисел. Но не бойтесь, или наоборот, не надейтесь. В дальнейшем будет теория делимости в разных системах чисел, в кольцах. То есть в системах таких чисел, где плюс, минус и умножить всегда выполнимы по обычным правилам. Так, ну что же, значит, пусть пока что у нас обычные целые числа. Работаем здесь. Итак, число А делится на число Б. Вот это вот обозначает по определению, по определению. Тогда и только тогда. Вот этот значок используется тогда и только тогда. Когда. Так. Это просто я имею в виду, что мы все в целых числах пока. Когда существует целое С. Такое, что А равно Б на С. Вот я тут мог бы сказать, да, число А и Б, число А и Б, они, ну, как бы тоже, конечно, мне бы хотелось написать, что они должны быть целые. Тогда мы развиваем делимость целых числах. Но на будущее обязательно заметьте себе, что про произвольные два отрезка, может быть, даже с какими-то, не дай Господь, даже недробными длинами. Можно сказать, что один делится на другой. Если существует целое число, такое, что длина одного отрезка равна длине другого, целое число раз уложенное. То есть, ну, когда один отрезок, тут надо как бы делимость имеет смысл иногда вот так представлять, что у нас вот число А и число Б. И делимость имеет место тогда, когда я начну откладывать Б один раз, другой раз, третий, четвертый, там, ну, вот сколько-то, целое количество раз, и ровно-ровно попаду вот сюда. Да, и, в принципе, видите, как математика, искусство обобщения, расширения, там, той парадигмы, в которой мы живем. Мы это говорим про целые числа, но мы будем потом говорить то же самое про обычные отрезки. Вот. Но пока мы продолжаем с целыми числами. Вот просто определение. Давайте поймем, что по определению, строго по определению, следствие 1. Для любого числа Б 0 делится на Б. Может быть, это кому-то покажется странным, но 0 можно разделить на любое число. Но в самом деле, как это доказать? В самом деле. Существует число С, конкретно равное нулю, такое, что 0 равно БС. Никто не будет спорить, да, что Б, взятое 0 раз, это 0. Значит, 0 делится на любое число. Следствие 2 совсем уж неожиданное. 0 делится на 0. Обратите особое внимание. Потому что существует С, целое число, такое, что 0 равно 0 умножить на С. И как вы думаете, какое это существующее число? Существует число С, например, равное 1, или 0, или 5, или минус 5. Такое, что 0 равно 0 умножить на С. Здесь, как бы, что происходит? Вот обычно, если мы говорим, что А делится на Б, значит, можем поделить А на Б. И действительно, в основном это так и есть, но поделить на 0 мы не сможем даже число 0. Потому что поделить, значит, указать однозначное число, такое, что 0 равно 0 умножить на вот это вот число. Но такое число неоднозначно. То есть, как бы, 0 разделить на 0 можно, но получится все целые числа. Любое целое число годится в виде результата этого деления. Ну и поэтому, как бы, бессмысленно об этом говорить. Вот. Следующее следствие. Следствие 3. Состоит в том, что если А не равно 0, то А не делится на 0. Действительно. Иначе существовало бы С такое, что А равно 0 умножить на С. Но 0 умножить на С это 0, а А по условию 0 не равно. Поэтому такого С не существует. Все. Свойство доказано. А не делится на 0, потому что такого С не существует. Так. Еще несколько правил делимости довольно простых. Значит, пусть А делится на B. И B делится на С. Тогда, строго формально, мы получим, что А делится на С. Проведите рассуждение сами. То есть, найдите такое D, что B равно С. Здесь найдите такое E или F, что А равно B и F. Посмотрите, что из этого следует. Что у нас получается, что А будет делиться на целом на С. Это номер один. Да, важное свойство. Второе свойство. Пусть А делится на B, N и Z любое. Тогда АН делится на BN. А можно ли N равно 0 взять? А можно. Пусть А делится на B, тогда 0 делится на 0. Ну, все верно. Все. В соответствии с принципами логического вывода. Все хорошо. То есть, любое число можно подставить. Делимость, значит, от умножения того и другого на N. Ну, и в частности, из этого что следует? Смотрите. Если А делится на какое-то... Ну, А делится на B, да? Тогда любое кратное А тоже делится на B. Ну, потому что кратное А делится даже на кратное B, а кратное B делится на B. И теперь по предыдущему пункту. То есть, здесь еще можно какие-то выводы интересные делать. Ну, и последнее, что, наверное, пригодится нам в явном виде, это так, что пусть А делится на какое-то C и B делится на какое-то C. Тогда для любых целых MN, и это, кстати, мы уже использовали, А сейчас мы это в явном виде запишем. А M плюс BN делится на C. Тоже строго формально можно провести соответствующее рассуждение. Просто выделить... Написать A равно CD, B равно CF, подставить сюда и выделить C как множитель в этом выражении. Ну, и в частности, что часто? Часто бывает важно. В частности, А плюс минус B в этом случае обязательно делится на C. Это когда M равно 1, N равно 1 или минус 1. Вот. Ну что же, после этой артподготовки можно непосредственно перейти к анализу уравнения А квадрат плюс B, когда это равно C квадрат в целых числах, попарно взаимно простых. Продолжение следует...